приветствую вас друзья и сегодня как обычно вторник 4 июля но сегодня особый вторник сегодня америка празднует может быть и не только америка празднует день независимости вы знаете во многих странах дни независимости празднуется очень буйно я бы сказал бурно с транспарантами особенно в россии с торжественными заседаниями обеих палат парламента с концертами торжественными с присутствием первых лиц обязательно с речами долгими длинными об успехах и ни слова недостатках но в америке этот праздник отмечают в домах обычно собираются гости жарят барбекю выпивают говорят обо всем но только не не о празднике то есть этот праздник душах в сердце людей сердцах людей но не для показухи этот праздник отмечают люди для собственного удовольствия а не для того чтобы руководство страны и тем более руководство каких-либо партий говорили бы об этом дне независимости как о собственной победе вот это главное разница между тем как празднуется день независимости в америке и дни независимости скажем в россии и в азербайджане хотя скажем что уже азербайджане независимости я после прихода к власти отца и сына алиевых не замечаю может быть я плохо вижу или плохо слышу но все мне кажется что азербайджан по прежнему впал в зависимость от российской империи как это было собственно говоря и во времена советского союза с той лишь разницей что азербайджану позволили чисто формально провозгласить свою независимость от москвы но мне кажется эта зависимость по прежнему остается но если говорить вообще они слове независимость то на мой взгляд абсолютно ничего нет в этом мире в том числе нет абсолютной независимости особенно в современном мире особенно в современной политике современной экономики современной дипломатии не может быть абсолютной независимости каждая страна обязательно в той или иной степени зависимо от другой от соседней или даже может быть не соседней страны, с кем ведёт какие-то торговые отношения, строит дипломатические взаимоотношения, они друг от друга зависят, безусловно. Это первое. Второе. Самое главное понять, от кого же мы независимы. Ведь в такой стране диктаторской, скажем, как Россия, или Азербайджан, или другие соседние страны, руководители и руководство страны ведёт политику независимо от собственного народа. Вот от чего независимы нынешние диктаторы. Не от центров влияния, а от собственных избирателей. Они пытаются стать независимыми от собственных избирательных уровней. Потому что фальсифицируют. И сами понимаете, как приходят к власти, и как избираются ежегодно на этих фальсифицированных выборах. Но я думаю, достаточно об этом. Давайте перейдём к современной политике. Что происходит в мире? Самым главным событием, которое сегодня происходит в войне между Россией и Украиной, я считаю ситуацию, которая складывается на Запорожской атомной электростанции. Там многие считают, я в том числе, что ситуация несколько усугубляется. Причём все в один голос утверждают, что на этой станции может произойти взрыв. Рукотворный, специально организованный взрыв. А это, сами понимаете, угрожает язерным загрязнением огромной территории. И это может дойти даже выйти за пределы Украины, как вы понимаете. Сегодня эту Запорожскую атомную электростанцию оккупировали российские войска. Они пытаются доказать всему миру, что точно так же, как с Каховской электростанцией, украинцы якобы пытаются произвести террористический акт. Но это явная ложь, очередная, я бы сказал, явная ложь, путинская. Это скорее говорит о том, что путинские специальные учреждения, организации, я имею в виду ФСБ, ГРУ, службы внешней разведки, и вот эти вот специальные подразделения, они, безусловно, имеют на своём столе сегодня, вот сейчас, план взрыва этой атомной электростанции. Я бы сказал, не столько взрыва, а шантажа взрыва международной общественности, и которая бы повлияла на принятие решения руководством Украины. Иначе говоря, это очередной шантаж, на мой взгляд, попытка усадить Зеленского за стол переговоров. Но произойдёт ли такой террористический акт, я, по большому счёту, сомневаюсь в этом. Это дело непростое, организовать взрыв на атомной электростанции, тем более с учётом того, что она оккупирована российскими вооружёнными силами. Значит, остаётся только такой вариант, что Владимир Путин, безусловно, равнодушно относящийся к жизни своих собственных солдат, может подвергнуть их опасности, чтобы лишний раз доказать мировому сообществу, что якобы это не он организовал теракт, а украинские террористы. И, собственно говоря, срубить суд, на котором сидят его же войска, там, на территории атомной электростанции. Это один вариант маловероятный, но вполне возможно, у Путина в голове бегают тараканы, и никто не может остановить эти тараканы. Это первый вариант. Второй вариант. Он может убрать с территории атомной электростанции свои войска, но остаются теперь служащие. Правда, насколько мне известно, отдан приказ Росатомам эвакуировать примерно 100 человек, обслуживающего персонала, среди которых не только работники центрального аппарата, скажем, и служащие Росатома, но и украинские специалисты, заключившие контракт с российской стороной, чтобы работать на этой станции. Отдан приказ об их эвакуации. Это может означать два варианта. Один вариант. Путин решил сдать атомную электростанцию под руководство того же МАГАТЭ или украинской стороны. Это маловероятно. Но это будет означать, что Путин уже сдает всю Украину. Потихонечку отходит ближе к своим границам. Ну, а второй вариант, самый страшный, это то, что он может эвакуировать весь персонал, за исключением двух-трех человек, которые могут покинуть эту станцию в самый последний момент перед взрывом. Ну, не знаю, насколько возможен такой вариант. Но давайте рассмотрим, что это означает для России и для мирового сообщества. Ну, то, что касается международной общественности, вы сами понимаете, она будет возмущена тем, что ядерное облако может переместиться в сторону Восточной Европы и даже, может быть, и Западной Европы в зависимости от розы ветров. Это первый вариант. Теперь, это то, что касается мирового сообщества. Естественно, Россия предупреждена, и прежде всего Путин предупрежден о том, что взрыв на Запорожской атомной электростанции, организованной Россией, больше некому, будет означать применение ядерного оружия. А это, в свою очередь, будет означать подключение НАТО к войне с Россией, первое. Во-вторых, физическое уничтожение Владимира Путина, где бы он ни находился, и двойник тут исключается. Ну и, наконец, полное разрушение российской государственности, в буквальном смысле на осколки. и другие наказания последуют. Безусловно, Россия будет выдворена из Совета Безопасности ООН, и, вполне возможно, даже из состава Организации Объединенных Наций. То есть, это уже последствия. Но нужно ли это Путину? Если рассуждать с точки зрения, что у Путина остались какие-то сгутские рассуждения мозгов, размышлений здравых, я имею в виду. Ведь тем самым он будет, он, собственно говоря, заявит на весь мир, что отказывается от Украины. Почему? Потому что загрязненная Украина должна будет восстанавливаться ну, не менее как в течение 50 лет как минимум восстанавливаться, имеется в виду, от загрязнения, от экологической опасности. И размещать на огромной территории Украины свои собственные службы, министерства, ведомства, я не знаю, своих даже этих коллаборциалинистов, которые сотрудничают с ним. это же немыслимое дело, никто не согласится работать для Путина из России, я имею в виду даже, работать на Путина в загрязненной территории. Это означает, что Путин практически отказался от всей Украины. И он подписался под своим поражением. Вот исходя из этой точки зрения, исходя из этих аргументов, я бы предположил, что все-таки взрывы на Запорожской атомной электростанции не будет. Но сегодня идут ожесточенные бои, и эти бои далеко и заканчиваются, идут, собственно говоря, идут к своему завершению не в пользу России. Как вы, наверное, уже знаете, в некоторых частях линии фронта украинцам удалось пройти до двух километров вперед. а это означает, что хоть медленно, но верно украинские войска, они продвигаются вперед. Многие сегодня и в России, да и в других странах рассуждают таким образом, что якобы Украине очень важно совершить какой-то прорыв, очень значительный, с захватом каких-то больших городов и областей до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, практически через неделю в Вильнюсе. Якобы, если Украина не добьется вот таких важных успехов на фронте, то ей будет трудно получить очередные помощи, очередные пакеты помощи от западных стран. Я думаю, что это очень ложное предположение российской пропаганды. Почему я так думаю? Потому что сегодня на западных странах, в первую очередь в Соединенных Штатах, думают о том, как бы ускорить процесс удушения, истощения России. Но помощь Украине идет медленно. с этим я согласен. И для этого есть причины. Одна из причин, на мой взгляд, заключается в том, что руководство Соединенных Штатов сегодняшнего, Джозеф Байден, его помощники, в первую очередь Тейк Сэллиман, советник по вопросу национальной безопасности, и некоторые другие, за исключением главы Пентагона и главы Государственного департамента Энтони Блинкин и Остин, они совершенно другого мнения о том, насколько надо увеличивать помощь Украине. Но это внутреннее разногласие в Белом Доме, собственно говоря, такова плата за демократию. Не все мыслят единодушно и единогласно. Так вот, стратегия, мне кажется, Джозефа Байдена заключается в том, чтобы жарить Россию на медленном огне. То есть, не доводить дело до того, чтобы Россия была несъедобна после жарки. То есть, она полностью поджарилась бы, перегорела бы. Хочется, видимо, Байдену, чтобы эта большая туша, скажем, российская туша, представьте себе, Путина на вертеле, его поджаривают на медленном огне. Так вот, очень хочется руководству Белого дома, чтобы Россия изнутри взорвалась. То есть, она испеклась бы изнутри, созрела бы изнутри. И, собственно говоря, вы знаете, мне кажется, конечно, тут есть большие недостатки, потому что страдает украинский народ и несет огромные жертвы человече. Но, с другой стороны, мы видим результат этого медленного, медленной поджарки России. Первый результат мы увидели, это вот восстание Пригожи. Россия начинает гнить изнутри. Это, как раз-таки, по-моему, та цель, которой стремились, скажем, в Белом Доме. Чтобы без вмешательства измне сама Россия, то ли ее военные структуры, то ли народной массы. Не имеет значения. Кто-то, в конце концов, довел бы эту Россию до логического конца. То, что произошло с Пригожиным, я сейчас не хочу долго говорить об этом, об этом слишком много говорят, но сегодня главный результат того, что произошло, многие результаты впереди еще, но главный результат на сегодняшний день, я бы сказал, заключается в том, что, насколько я наслышан, сегодня совершенно обнажены взаимоотношения между Патрушевым и Путиным. Вот сегодня в российском руководстве сложилась ситуация, когда Путин знает о том, что Патрушев знает о том, что Путин знает и о том, что Патрушев знает. Эти два человека, два Штирлица, я бы сказал, варятся в одном котле и никак не могут друг друга переварить. то есть, одному свариться, другому выскочить из котла. Путин ничего не может сделать с Патрушевым. Он не может его убить, он не может его снять с работы, он не может объявить его врагом народа. по многим причинам. И главная причина заключается в том, что Патрушев слишком много знает. И слишком хорошо знает Путина. И слишком хорошо обезопасил себя. Патрушев хочет что-то сделать с Путиным, но не может это сделать руками, скажем, его охраны, как это было во времена Сталина. Потому что Путин, насколько мне известно, производит ротацию своей личной охраны вне контроля Патрушева. То есть, каким-то образом ему удалось изолировать Патрушева от вопросов личной безопасности Путина. Поэтому он добраться до личной охраны Путина не может. Ну, вот у него была попытка организовать через Пригожина. Это мое личное мнение. Я могу ошибаться, но время покажет. Это была уловка Патрушева использовать Пригожина как рычаг давления на Путина, чтобы он добровольно осуществил мягкую передачу трансформации власти в сторону Дмитрия Патрушева, его сына. Но эта затея не удалась. Почему не удалась? Потому что Пригожин совершил ошибку. сейчас об этом я не буду говорить, но как видите, Патрушеву удалось спасти Пригожина в Белоруссии. Мало того, говорят, якобы Пригожин летает даже в Петербург и обратно. Это маловероятно, я не верю в это. Но говорят, его самолет засекли даже не один, а два засекли из Минска в Петербург и так далее. Но в любом случае Пригожин жив, здоров, он появляется публично на экранах. Это говорит о том, что он пользуется опекой чьей-то. А чей опекой может пользоваться мятежник в такой стране, как путинская Россия? Только с помощью второго сильного человека, помимо Путина, а им является Патрушев. И самое главное, насколько мне кажется, Патрушеву удалось каким-то образом практически заполучить на своей стороне президента Беларуси Лукашенко. Это не означает, что Лукашенко меняет вектор. Это означает, что Лукашенко играет опасную игру сейчас. Он пытается внешне показать ни вашим, ни нашим, но внутренне опекая Пригожина по всей вероятности по рекомендации Патрушева, он тем самым показывает свою лояльность Патрушеву на тот случай, если все-таки ему удастся. Ну а все говорит не о том, что Путин держится за соломикой сегодня. У Путина более сложное положение, чем у Патрушева. Дело в том, что Патрушев, используя Пригожина, хотел сменить руководство Министерства обороны, поставить туда своих людей и тем самым обеспечить себе военную поддержку против Путина. Но это не удалось. Именно поэтому, вы посмотрите, Путин принципиально с упрямством, заслуживающим лучшего применения, держит Шойгу на посту министра обороны. Он не уверен в том, что кем бы он не заменил Шойгу, этот человек не является человеком Патрушева. Вот в чем боязнь Путина заключается. Именно поэтому, вот сами подумайте, в какой еще стране министр обороны, который проявил себя как последний трус, сбежав из Ростова, когда он приехал, чтобы обезоружить группу Вагнера, и сам испугался эту группу, и сбежал. В какой стране может такой трусливый министр обороны вновь появиться на экранах телевизоров и давать распоряжение, или же заявлять о своих каких-то мыслях на всю страну. В приличных странах приличные министры обороны стреляют в себя и убивают себя, заканчивают жизнь самоубийством. Но в самом худшем случае подают подставку. Герасимова я не вижу нигде. Вот это действительно офицер. Плохой, хороший, глупый, я не знаю, плохо мыслящий. Это другое дело. Но он настоящий офицер. Ему стыдно показаться сейчас. Его не арестовали. Если бы его арестовали, мы бы с вами об этом узнали. мы например узнали с вами о том, что Суровикина арестовали. И там еще около 30 генералов их расспрашивают, допрашивают, то ли под домашним арестом, то ли под каким, неизвестно. Но это нам известно. А если бы начальника генштаба, руководителя специальной операции военной арестовали бы или убили бы, мы с вами тем более узнали бы давно. Но мы ничего не слышим об этом. Это мне говорит о том, что Герасимов изолировался сам от стыда и позора. Вот это офицер. А Шойгу это не офицер. Это самый настоящий сантехник, которого возвели в министре обороны. Это вот примерно то, о чём я бы хотел с вами обменяться, что касается войны России с Украиной. Ну, а в целом, если подвести итоги этой части передачи, я бы сказал так. Время играет на Украину. Да, её бомбят. Она несёт большие потери. Но время играет на Украину по одной важной причине. За Украиной весь мир стоит. Время играет против России. Потому что у России нет союзников в этой войне. И вообще нет союзников. Даже те, которых Россия принимала из чувствов гордости, самовлюблённости за своих союзников, таких как Китай и Индия. Всё говорит о том, что Китай в первую очередь, а Индия вслед за ней, они постепенно отгораживаются от России, которая становится очень токсичным государством. С токсичным президентом. Теперь, что касается роли России в Южном Кавказе. Это тоже интересует многих зрителей наших, безусловно. И, безусловно, всех интересует, что же происходит в Азербайджане и в Армении. И в верхней части Нагорного Карабаха. Происходит очень медленно, может быть, незаметно, но интересные процессы. Что касается верхней части Нагорного Карабаха, там, мне кажется, Раика Рутюнян, так называемый руководитель этой общины, он почувствовал, что тот канат, на котором он балансирует под названием Россия, этот канат потихонечку разрывается, буквально на глазах. И есть опасность, что Раика Рутюнян свалится с этого каната в глубокое ущелье. Он это чувствует. Именно с этим была связана информация, которая проскользнула в печати о том, что Раика Рутюнян обратился, то ли через Пашиняна, то ли через кого-то другого, с письмом в адрес Владимира Путина, с вопросом, как он собирается решать вопросы безопасности армян, которых он сам, Путин, разрешил разместить в верхней части Карабаха. Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что Путин, во-первых, Путин сейчас не до армян Карабаха, ему очень тяжело. Во-вторых, скоро будет ему даже не до Армении в целом. Дела идут плохо в России, это видно. Теперь, что касается вопросов безопасности тех армян, которые всё-таки решились жить на постоянной основе на территории Азербайджана в верхней части Карабаха. Дело в том, что и Араика Рутюниан, и Рубен Варданяр, и прочие руководители этой общины они прекрасно понимают, что после России свято место пусто не бывает. Их, конечно, не оставят лицом к лицу с Илхамом Алиевым. Безусловно, даже местят там международные миротворческие силы. Но это будут не пушки-танки, которые будут защищать армян от пушек-танков Илхам Алиевым. Это будут нормальные миротворцы с лёгким оружием, но, безусловно, они даже с лёгким оружием обеспечат безопасность от такого агрессора, как Илхам Алиев. Илхам Алиев не посмеет поднимать ружьё на европейских или, скажем, ООНовских миротворцах. Но означает ли это, что армяне Нагорного Карабаха при помощи европейских или мировых миротворцев обретут независимость от Азербайджана? Категорически нет. И об этом Раика Рутюнян и Рубял Вардинян хорошо понимают. Именно поэтому они не хотят менять российских миротворцев на европейских или иных международных. потому что они прекрасно понимают, что и Европа и Соединённые Штаты они признают территориальную целостность Азербайджана в пределах тех границ, которые существовали до распада СССР на 91-й год. Да, на этот период или до этого периода эта часть Азербайджана называлась автономной областью. Это безусловно даёт карты в руки, козырные карты и европейцам и американцам настаивать на том, чтобы эта область, эта часть земли обрела статус. Они теперь перестали называть это статусом на переговорах между Азербайджаном и Арменией, скажем, Вашингтоне и Брюсселе. Почему? Потому что будучи людьми воспитанными, более воспитанными, чем Илхам Алиф, они понимают, что человек, который заявил, что статуса не будет, пока я президент, нельзя его сразу опустить головой в унитаз, надо потихонечку опускать, чтобы носом он почувствовал вонь сначала. Так вот, ему заменили слово статус при обсуждении этих вопросов. Заменили некой другой трансформацией, платформой. Эта платформа называется создание механизмов для обеспечения безопасности и гражданских прав, соблюдения гражданских прав армянского меньшинства на территории Азербайджана. Компактно проживающим. Это очень важный момент. Это была ошибка, которую допустил Илхам Алиф сам, компактно разместив армян после так называемой тотальной победы над Арменией. В кавычках, конечно. Так вот, дело в том, что да, вопрос будет стоять в статусе, но в составе Азербайджана это категорически и окончательно. К чему это приведет? Это, безусловно, приведет к тому, что таких вот извергов, риторических агрессоров, болтунов, вроде Рубена Варданяна, Араика Арутюняна и прочих идиотов, их заменит сама же армянская община, я думаю, ну, при помощи европейских структур, безусловно, заменят на более сговорчивых, на более, так сказать, разумных, логически мышлящих армян, которые, безусловно, могут при посредничестве того самого международного механизма сесть за стол переговоров с руководством Азербайджана. Сегодня, а завтра, момент, не имеет значения, речь идет об Азербайджане, о его суверенитете, о его территориальной целостности. И еще один козырь, который есть у европейцев и американцев, добиться статуса определенного для этой территории. Тот самый аргумент, о котором я не раз говорил, и который никак не мог понять в Азербайджане, руководство Азербайджана, что если уж в Азербайджане есть автономная республика под названием Нахачевань, в которой, в общем-то, живут такие же азербайджанцы, как и на остальной территории Азербайджана, то есть они не имеют ни религиозных, ни культурных, ни этнических различий от основного населения, но почему-то обладают правом автономии. Если существует такая автономия в Азербайджане, то есть претендент, то Илхам Алиеву очень трудно будет отказать в автономии людям иного этнического происхождения, иной религии, иной культуры. Это вот мое личное мнение, и пусть обо мне думают, что хотят в Азербайджане, или, скажем, в Армении, или в Нагорной части Карабаха. Мне абсолютно все равно, потому что я, в отличие от многих блогеров, политиков, политических наблюдателей, в отличие от многих лидеров так называемых оппозиционных партий, я не собираюсь возвращаться в политику, или вернуться в Азербайджан, или мечтать о том, чтобы занять какую-то должность в Азербайджане. У меня все счеты завершены с Азербайджаном. Я остаток своих дней проведу в Соединенных Штатах, и поэтому мне абсолютно все равно, что пишут в комментариях, или как меня называют, абсолютно все равно меня не колышат. Так что будьте здоровы, и желаю вам всего самого лучшего, еще раз праздником Дня Независимости Соединенных Штатов. Дай Бог, чтобы у каждого из вас в стране был бы такой же день, день истинной независимости. До следующих встреч, друзья. Субтитры